Дом-книжка на Новом Арбате. Шедевр архитектурного модернизма и одна из знаковых достопримечательностей Москвы. Думаю, сегодня немногие в курсе, это еще и наглядный пример сотрудничества стран-членов Совета экономической взаимопомощи. Проект и фундамент заслуга СССР. Вся электрика от подстанций до розеток ГДР. Чехия оснастила 33-этажное здание лифтами, венгры мебелью и звуковой аппаратурой. Отделочными работами занимались болгары и румыны, а поляки оборудовали конференц-зал хрустальным потолком, который на деле собран из алюминиевых мини-секций. Дом, который построил СЭФ, стал символом послевоенного возрождения Восточной Европы, ради чего и создавалась эта организация в 1949 году. Это была первая причина возникновения СЭФа, помочь построить заводы, технологические цепочки, восстановить там тоже Венгрия, Чехословакия, где была очень сильная индустрия, и что-то получить для себя, а им взамен предоставить сырье, какие-то еще вещи, в которых они нуждаются. Страны Восточной Европы тогда нуждались не только в восстановлении технологических цепочек. С болью и кровью пережившие войну, они боялись новой агрессии и ждали от СССР заступничества. Советский Союз, в свою очередь, нуждался в союзниках. Противоречия с Западом обострялись. Создание через три месяца после СЭФ Североатлантического Альянса доказывало неизбежность роста конфронтации. Стало понятно, что блок НАТО, в общем-то, создан против Советского Союза. Хотя это было ясно с первого момента про возглашение этой организации. Своя военная организация у социалистических стран появилась только в 1955 году. Союзные страны заявили о подписании в Варшаве договора о дружбе и военной помощи, который стал на Западе называться Варшавским пактом, что называется «Наш ответ Чимберлену», как такой советский противовес блоку НАТО. Сотрудничество СССР и стран Восточной Европы в первую очередь шло в экономической сфере. Было время, даже Мексика, расположенная в подбрюшье США, получила статус наблюдателя в СЭФ. Чем же привлекали государства, в том числе лежащие далеко за пределами Европы, экономические и военные блоки под эгидой СССР? Что стало их высшим достижением, а что в их деятельности с трудом поддается объяснению? И почему организации, с авторитетом которых считался весь мир, были без сожаления распущены единогласным решением стран-участниц? Европа погрузилась в средневековый мрак. Горестные восклицания журналистов тех лет были недалеки от истины. Послевоенная Европа – это не только отсутствие в домах электричества и тепла. Тысячи и тысячи поврежденных, а порой и стертых с лица земли городов и сел. Заводы и фабрики в руинах. Отсутствие медицинской помощи, связи, общественного транспорта. Голод из-за ущерба сельскому хозяйству. Требовали средства для реконструкции. Как раз в этом плане обсуждались различные модели, как первых каких-то попыток общеевропейских интеграционных объединений. 5 июня 1947 года в Гарвардском университете госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь, в которой изложил вариант помощи Европе. По-американски. То, что получил название «План Маршала», когда Соединенные Штаты, как, в общем-то, страна, выигравшая больше всех, надо сказать, от Второй мировой войны, которая осталась вдали и от Театра военных действий, предоставляют безвозмездную помощь, вот, и не требуют ее возвращать. Помощь только казалась безвозмездной. Закупать товары первой необходимости европейцам следовало исключительно у американских производителей. А расчеты вести в долларах. Безвозмездная помощь оборачивалась прибылью. Помощь была говорена с учетом того, что эти страны должны были фактически превратиться в сателлитов Соединенных Штатов в Европе. Обязательное условие – вывести из правительства коммунистов. Не случайно спустя время бывший вице-президент США Генри Олес назвал план Маршала инструментом холодной войны против СССР. Это была такая манипуляция внутренними делами этих стран, когда на выборах послевоенных во Франции или Италии коммунисты, которые имели абсолютные шансы попасть в коалиционное правительство, были фактически заблокированы, потому что эти страны хотели получить американскую экономическую помощь. Советский Союз помогал восточноевропейским странам с восстановлением экономики, поставляя промышленное сырье и продовольствие. Запускались хлебопекарни, обеспечивались теплом и светом дома. В одной только Польше в 1945 году было восстановлено более 8 тысяч километров железнодорожных путей, свыше 100 больших, 200 средних и 1000 малых мостов. При этом вопрос о смене строя не ставился. Страны Восточной Европы собирались придерживаться принципов народной демократии. В некоторых странах не было еще такого вот откровенного про-советского, про-коммунистического режима. То есть там были разные партии. И постепенно только происходила какая-то такая вот кристаллизация, безусловно. Авторитет Советского Союза давал колоссальную поддержку всем левым силам. Идеологическая как бы такая, да, вот составляющая победы во Второй мировой войне для Советского Союза, для коммунистического международного движения, она была огромной, колоссальной. Росло понимание преимуществ плановой экономики и интеграции. Это казалось очевидным. Побороть разруху и голод легче, если работать сообща и по-соседски помогать друг другу. 18 января 1949 года в Москве представителями семи стран СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши и Чехословакии был подписан протокол о создании СЭФ. Изначально он был создан для координации торговли внутри блока, но впоследствии, после 1954 года, он становится организацией для интеграции восточноевропейских стран СССР, их экономик для совместных проектов в сфере добычи ресурсов, торговли, выхода на глобальные рынки, развития новейших технологий и так далее. Югославия оказалась единственной страной восточного сектора, которой отказали в членстве Совета экономической взаимопомощи. Причиной стало давнее противоречие между Сталином и югославским премьер-министром Иосипом Брос-Тита. Своего стремления стать лидером коммунистического движения на Балканах Тита не скрывал. И они собираются и все вместе принимают решение, что Югославия недостойна того, чтобы быть включенной в Совет экономической взаимопомощи. Ну там, соответственно, какие-то обоснования под это подводятся. Была и военная составляющая, естественно, в рамках торговых поставок шло военное оборудование, так называемое спецоборудование восточноевропейские страны. В ужасе от красной угрозы США и союзники ввели против стран Восточного блока санкции. В 1948 году Министерство торговли Америки ограничило экспорт стратегических материалов и оборудования в СССР из страны Восточной Европы. В 1949-м был создан КАКОМ – Коордиционный комитет по многостороннему экспортному контролю, в который вошли страны западного сектора. Была разработана стратегия контролируемого технологического отставания. Новейшие товары и разработки могли поступать в страны Восточного сектора не раньше, чем через 4 года после серийного выпуска или запуска. Три вида товаров, которые он ограничивает. Товары первого уровня – это боеприпасы и все, что связано с вооружениями. Товары второго уровня – связанные с атомной энергетикой атомными материалами. И третье – это промышленные товары, которые могут быть двойного назначения. Запад видел СССР и Восточную Европу десятилетиями, лежавшими в руинах, с угасающей промышленностью, в обстановке полного технического коллапса. Осенью 45-го года ведущие экономисты США и Великобритании соревновались в прогнозах. Сколько уйдет времени, чтобы СССР пришел хотя бы к довоенному уровню развития экономики? Одни давали 15 лет, другие 20, а то и 30. Справились за 5. Объемы производства увеличились на 73%. В странах народной демократии, вступивших в СЭФ, укоренилась плановая экономика. Результаты послевоенной пятилетки до сих пор называют сталинским экономическим чудом. Мы привыкли считать, что социализм в строй неэффективный, а на самом деле это неправильно. Значит, где-то до середины 60-х годов, если смотреть темпы роста, социалистические государства Советского Союза, они были гораздо выше, чем у капиталистических. В заувалированной форме, естественно, шли поддержка строительства оборонных предприятий. Вот именно там происходили тоже различные мероприятия по мобилизации, рассчитывались на возможный сценарий Третьей мировой войны. В одних странах мы производим танки по лицензии, в других странах БМП. Реактивные истребители производили точно так же и МиГ-17, МиГ-19, потом МиГ-21. Если говорить о более сложной технике, то, как правило, эта техника в основном производилась в Советском Союзе. Страны, так называемые, народной демократии. Там в основном делались второстепенные элементы, шасси, либо производились снаряды, боеприпасы и так далее. В условиях холодной войны вопросы безопасности СССР и стран соцлагеря тоже решали сообща. Других вариантов Запад не оставил. 4 апреля 1949 года был создан Североатлантический военный альянс НАТО. Под его контроль перешли армии 12 стран, получивших экономическую помощь США. Этот блок, в общем-то, уже тогда провозглашает свою основную цель, фактически борьбу с Советским Союзом. Создание собственного военного блока Иосиф Сталин долго считал несвоевременным. Вопросы экономического развития были более актуальны в это время. Поскольку мы не смогли получить никакую помощь по линии плана Маршева, мы должны были сами создавать некую новую экономическую систему. Поэтому вопросы экономики тогда, очевидно, были на первом месте. СССР был уверен, демонстрация Западу военного кулака только усугубит раскол послевоенной Европы. Этого не хотелось. К тому же защищенность границ первое время не внушала опасений. Давайте не забывать, что большая часть стран Восточной и Центральной Европы, они были освобождены исключительно усилиями Красной Армии. В конце Второй мировой войны наши вооруженные силы оставались на этой территории. И фактически были такие определенные группировки наших воинских контингентов. Но позиция НАТО по восточному вопросу становилась все агрессивнее. Согласно данным советской разведки, Америка вела активную подготовку к нападению на СССР. Стали разрабатывать различные сценарии ядерной войны с атакой, с наступлением, бомбардировку с воздуха самолетами, прежде всего, Б-29, крупнейших российских городов. От этих планов Америке пришлось отказаться. Расклад сил на мировой арене круто изменился 29 августа 1949 года, когда на Семипалатинском полигоне успешно прошло испытание первой советской атомной бомбы. По воспоминаниям очевидцев, после того, как на командном пункте завершился обратный отсчет, наступила мертвая тишина. Требовалось несколько секунд, чтобы взрывная волна дошла до бункера. Присутствующие замерли, решив, что испытания РДС провалились. И тут раздался оглушительный взрыв. Берия, под чьим бдительным оком создавалась бомба, пожал руку Курчатову и спросил, а как расшифровывается РДС? «Россия делает сама», — ответил гениальный конструктор. СССР создал фактически ядерное оружие. А в последующем мы провели испытания ракеты знаменитой Королевской Р-7, которая послужила основой для создания нашей космической программы. Шесть лет СССР и страны соцлагеря могли противостоять давлению Запада, не прибегая к созданию военного блока. Но в 1955 году Америка устроила провокацию. Вопреки послевоенным договоренностям о сохранении нейтрального статуса, ФРГ вступила в НАТО. Страны восточного сектора оказались лоб в лоб с потенциальным противником. Разведка доложила о новом плане уничтожения не только СССР — союзников. План «Дропшит» предусматривал не только удары по Советскому Союзу, но и оккупацию стран Восточной Европы, в которых победила народная демократия. Блок НАТО реально угрожает вторжениям военным, и их ждет достаточно незавидная судьба. Фактически повторение того, что пережили они в годы гитлеровской оккупации. Тогда в Варшаве и был подписан документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Европейскими социалистическими государствами, подписанный 14 мая 1955 года, руководителями СССР, Болгарии, Албании, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии договор стал основой организации военной взаимопомощи. Были созданы Объединенные вооруженные силы и Объединенное командование, которое возглавил первый заместитель министра обороны СССР, главком сухопутных войск маршал Иван Конев. Был отдельно комитет министров иностранных дел, был комитет министров обороны. Речь шла на заседаниях комитета министров не только о взаимодействии армии в своих странах, это еще и вопрос о военном обеспечении, вопрос о разработке современных средств вооружения. То есть тот потенциал, который остался со времен Великой Отечественной войны. Но давайте говорить объективно, что к 1955 году уже с точки зрения технологии он устарел. Требовалось производить другую технику, другого качества, да и в другом количестве. Да, делается в это время ставка на военно-промышленный комплекс. Военно-промышленный комплекс создается не только в СССР, но и в странах Восточной Европы, членах Варшавского договора. Советский Союз, ну естественно, с его опытом, с его ресурсами и мощью играл, конечно, центральную роль, передавая просто вот эти технологии туда и по существу вооружая эти страны. Объединенные войска взяли на себя обязательства в борьбе с противниками социалистической власти. Ведь те политики социалистической ориентации, которые пришли в странах Восточной Европы к власти, они прекрасно понимали, что, в общем-то, идеи социализма поддерживаются не всем, потому что до этого это были капиталистические страны. А раз это капиталистические страны, то там настроение, они могли привести к тому, что может пройти контрреволюционный переворот. И в одиночку с этим контрреволюционным переворотом просто не справиться. Обоснованность таких опасений подтвердил венгерский кризис. 23 октября 1956 года в Будапеште начались антиправительственные выступления. Мирная демонстрация переросла в вооруженное противостояние. В городе начались погромы и расправы над коммунистами. Новое правительство Венгрии обратилось за помощью в ОВД. 4 ноября 1956 года главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора блодан приказ на проведение операции «Вихрь». Это наносило тогда ущерб обороноспособности и защите государств совокупно всех стран Варшавского договора. Поэтому и действия-то принимались совместно. Кстати говоря, решение о введении войск рассматривалось на политическом консультативном комитете тогда ОВД. И все страны должны были высказать свою точку зрения и принять для себя решение. Но главная роль ОВД заключалась в укреплении общей обороноспособности СССР и стран-союзнец. Общая численность вооруженных сил, входящих в эту структуру, была 6,5 миллионов. Из которых максимально 1,5-2 миллиона – это был воинский контингент Советского Союза, а остальное – союзные армии. Это серьёзная структура в этом смысле, по численности, кстати говоря, ненамного уступающая тогда объединённому контингенту НАТО. К тому же узаконенное договором присутствие в странах Восточной Европы контингентов советских войск на сотни километров отодвинуло военную угрозу от западных границ Советского Союза. Через пять лет в этой броне возникла брешь. 16 ноября 1960 года лидер албанских коммунистов Энвер Ходжа на совещании коммунистических партий в Москве произнёс речь, в которой резко выразил недовольство политикой Хрущёва и решениями КПСС. «Почему на 20-м съезде товарищ Сталин был осуждён без предварительной консультации с другими коммунистическими рабочими партиями мира?» – негодовал Ходжа. Отношения между Москвой и Тираной резко охладились. Албания перестала присылать на совещание стран-членов СЭФ первых лиц государства. Никита Сергеевич не стерпел. «Товарищ Ходжа скоро начнёт присылать вместо себя штаны!» После этого эмоционального спича все отношения между странами стали сходить на нет. Албания приостановила участие в ОВД в 1962 году, а после пражской весны 1968-го из неё окончательно вышла. Это стало серьёзным ударом по стратегической безопасности СССР. Албания – маленькая страна, но очень важная для нас, кстати, потому что там была база подводных лодок, стратегически очень важная в том районе, понимаете, где это находится, прямо под брюшью, что называется, рядом с НАТОвской Италией. С 1962 года и до конца своего существования Восточный блок состоял из семи стран, в противовес пятнадцати входящим в НАТО. Паритет ОВД и НАТО поддерживался несколько десятилетий ценой огромных усилий и затрат со стороны Советского Союза. Хрущёв решил предупредить повторение истории с Албанией. И начал с реформы СЭФ. Полностью обновил структуру организации. То есть, во-первых, идёт наполнение этой структуры элементарными нормативными документами. То есть, они приняли решение, что мы создаём. А где, какая, то, кому чего должен, и так далее, где это прописано. Это всё как-то было не очень понятно как. Теперь эта нормативка создаётся. Создаются специальные отраслевые комиссии и дополнительная комиссия по научно-техническому сотрудничеству. Исполнительный комитет, который собирается несколько раз в год для подготовки материалов к сессиям СЭФ. Очень большой аппарат, тысячи человек. Появляются специализированные организации, связанные с СЭФ. Главной задачей реформ было изменение подхода к распределению ресурсов. До сих пор страны сами решали, какую из отраслей своей экономики они хотят развивать. Теперь им было предложено действовать не в собственных интересах, а в интересах экономики содружества в целом. Что в перспективе делало маловероятным выход СЭФ. Он же планировал вот этот вот великий вообще, да, мировой кооператив народов. То есть он считал, что с точки зрения как бы вот такого верховного рассуждения, да, ну зачем действительно дублировать экономики друг друга? Вы будете производить морковку, там, томаты, а вот вам будут поставлять автобусы, там, что-то ещё, там, не знаю, там, да, чехи или ГДР, которых это лучше получается. Страны СЭФ, да, они очень сильно отличались по уровню развития. Были страны, у которых очень высокий технический уровень, высокий уровень промышленного развития, например, Чехословакия или ГДР. Но были страны, которые ещё свою индустриализацию проводят. Реформы СЭФ обернулись для СССР грандиозными затратами. Хрущёву удалось убедить страны народной демократии в перспективности эксперимента. Но его применение на практике скоро вызвало недовольство. В отсутствии выгодного обмена развивать собственную экономику стало для большинства стран восточного лагеря неподъёмной ношей. Они требовали компенсации расходов. Давайте нам вот деньги, кредиты и всё прочее, как бы технологии, мы будем выстраивать, соответственно, поднимать индустрии. То же самое болгары. А вот чехи и поляки говорят, зачем нам тратить наши деньги, вкладывать их, значит, в фонды СЭФа, чтобы потом тратить на индустриализацию этих стран. Затраты на индустриализацию в итоге легли на плечи СССР. Немалые деньги шли на разработку сырьевых месторождений. Ну, Хрущёв предлагал прям, давайте инвестируйте. Мы готовы, если вы вкладываетесь, мы вам поставляем руду с этих месторождений, куда вы вложились. Это был очень такой тонкий и опасный момент, потому что плановые экономики, они хотят инвестировать в себя всегда, им всегда не хватает ресурсов на строительство собственных проектов. Товарообмен между странами зачастую порождал почти абсурдные ситуации. Казалось, СССР сам себя загоняет в ловушку. О том, как выстраивались финансовые отношения в СЭФ, даже ходили анекдоты. В экономическом вузе студентка спрашивает преподавателя. Профессор, не понимаю, как работает СЭФ? Профессор отвечает, да очень просто. Допустим, мы получаем из Монголии крупный рогатый скот. В обмен на глиняные свистульки. Здорово. Нет, это не все. Мы вот этот скот отправляем в Венгрию. Они делают из него тушенку. Мы получаем тушенку? Нет. Тушенку венгры едят сами. А вот шкуры они отправляют в Югославию, где из них делают дубленки. Здорово. Мы получаем дубленки. Нет. Дубленки они носят сами. А что же получаем мы, удивляется студентка? Вот это самый интересный момент. Мы от них получаем ту самую глину, из которой мы и делаем. Свистульки. Да, масса анекдотов, там, рассказов про СЭФ, насколько все это было невыгодно выстроено. Но там надо смотреть. Вроде как формально невыгодно, да, по цифрам, какой-нибудь там уголь или нефть в одной стране. Но потом выясняется, что она для вас покупает высокотехнологическое оборудование, прорвавшись через кордоны санкций. И совершенно бесплатно его, как бы, поскупает вроде как для себя, а на самом деле передает вам. По вот таким вот схемам. Выясняется, что как бы эта страна строит какой-нибудь там порт или военный завод для вас где-нибудь в Египте. Чего они фигурируют, когда вы покупаете, там, не знаю, картошку, там, или что-то еще, там, не знаю, да. Поэтому вот это все было очень сложно. Система договоренностей... Но именно благодаря таким запутанным схемам СССР в ситуации холодной войны обходил санкции, которые никто не отменял. Стало возможным строительство крупнейшего газопровода из СССР в страны Восточной Европы и в дальнейшем доходы от продажи нефти. Это нефтепровод под названием «Дружба». Первая нитка начиналась в Альмитинске, вторая нитка начиналась в Самаре. И этот нефтепровод был построен. Его мощность была достаточно большой по тем временам. В лучшие времена этот нефтепровод поставлял около ста миллионов тонн. Интеграция работала на перспективу. Желающих присоединиться к СЭФ становилось все больше. Но это были страны, которые нуждались в серьезных финансовых дотациях. Собственно, в 62-м году в СЭФ принимается Монголия, СЭФ перестает быть чисто европейской организацией. Он уже становится шире. А потом, в 72-й год принимается Куба, где находится Куба, да. Потом, да, уже в конце 70-х там Вьетнам. И ряд стран африканских, они принимают ассоциированный статус. Экономическая помощь Монголии имела политическую подоплеку. Страна позволила Советскому Союзу разместить войска на границе с Китаем. В период обострения отношений с КНР этот дружеский жест дорого стоил. И СССР ответил приглашением в СЭФ. Иначе этот жест был бы односторонним. У них нет ресурсов на покупку технологий, на строительство заводов, на обучение специалистов. Их просто нет. Они просят эти ресурсы, и Советский Союз организует это вместе с другими восточноевропейскими странами. Вьетнам и Куба, опять же, понятны политически, мотивы включения их. Пиком достижения сотрудничества Советского Союза со странами СЭФ в хрущевский период было событие, ставшее лучшей демонстрацией успеха социалистической экономики и европейской интеграции. Обогнав в космической гонке своего главного конкурента США, СССР отправляет человека в космос. Когда говорим про человека в космос, это Советский Союз. Но оборудование, многие технологии, они были и стран СЭФ, и стран Запада. Потому что иногда качественный медный провод можно было купить только в Британии. На полном серьезе его покупали в Британии. Иногда заводу кабель какой-нибудь нужен был не космическому, а производству сахара. То есть там, естественно, это был всегда очень сложный процесс. Это вопросы глобальной экономики. Привлекательность социализма и партнерства с Советским Союзом росла. Страны народной демократии стремились не только к экономическому, но и военному сотрудничеству. Для Вьетнама СССР стал главным союзником в затяжной войне, которая началась 1 ноября 1955 года и завершилась только 30 апреля 1975-го. Очень нам дружественный Вьетнам. Я хочу сказать, что вот вьетнамцы, я там бывал, и они очень с благодарностью, в отличие от многих стран, вспоминают об этом и помнят, кто им так помог. В 1963 году Монгольская Народная Республика предприняла попытку вступить и в ОВД. Монголию заблокировала Румыния, что было бы очень ценно, учитывая потом противостояние с Китаем. Румыния заблокировала в 1963 году просьбу Монголии о вступлении в Варшавский договор. Румынские делегаты сослались на то, что Варшавский договор носит сугубо европейский региональный характер. Вклад Монголии в коллективную оборону не может усилить безопасность остальных стран ОВД. Но в случае агрессии против Монголии требования к европейским участникам договора будут значительными. А втягивания в азиатские войны противоречат интересам национальной безопасности Румынии. Не стало членом Варшавского договора и Куба. На Кубе победили революционеры идеи социализма. И они их заинтересовали. Они прониклись, они побывали в СССР, Фидель Кастер с членами делегации неоднократно. И понравилось то, как решаются многие социальные вопросы в нашей стране. Нормальное жилье, медицинское обслуживание, бесплатное образование. Естественно, загорелись идеями социализма. По одной из версий, это было решением самого Фиделя. По другой от вступления в ОВД команданты отговорил Хрущев. Это даст основания Америки думать, что без поддержки соцлагеря коммунизму на Кубе долго не продержаться. Надо показать им, что это не так, уверил Кастро Никита Сергеевич. Причина заключалась в другом. Когда-то советские военные базы находились в ряде арабских стран. В момент обострения отношений этих государств с Израилем. Поэтому это не единичный случай. Случай с Кубой. Надо ли было вводить туда, кроме советских войск, контингент организации Варшавского договора? Это не делалось по одной простой причине. Уровень развития этих стран был очень слабый. С точки зрения оборонных, во-первых, каких-то возможностей, эти страны для нас серьезной такой пользы не могли принести. Ведь надеяться на то, что там вьетнамцы помогали Варшавскому договору в случае войны с блоком НАТО, ну, им надо еще довести свои войска до Европы, европейской территории. Войска стран Варшавского договора делились на две группы Северную и Южную. В Северную входили ГДР, Польша и Чехословакия. В Южную – Болгария, Венгрия и Румыния. Для поддержания боеготовности союзных войск регулярно проводились совместные учения. Крупные учения проводились одно время ежегодно, а экзамены – это уже очень большие учения, которые проводились раз в два года. Потому что посчитали, это действительно оказалось очень дорогое удовольствие. Совместная отработка боевых задач союзными армиями имела свою специфику. Кроме непростой и дорогостоящей логистики, было необходимо преодолеть языковой барьер. Военные в буквальном смысле говорили на разных языках. Ну, допустим, действует истребительная авиация, наша и немецкая, ГДР. Как-то надо летчикам друг с другом объясняться, понимать, по каким целям работать и так далее. Вот в процессе учения отрабатываются вот эти задачи взаимодействия. Ну, как правило, вообще руководящий состав стран Варшавского договора – это были офицеры, которые учились у нас в стране, и они практически все знали русский язык. Войска союзников готовили к боевым действиям в любых климатических условиях. там все было грамотно сделано. Там с юга народ в Панамах брал лыжи, валенки и так далее, ехал на север. С севера в валенках с лыжами и так далее ехали на юг, с востока на запад, с запада на восток. Вот в этой кутерьме часть войск грузили по ночам, соответственно, в теплоходы вместе с боевой техникой и отправляли. Открытая демонстрация силы в сторону НАТО работала. В 1968 году, во время Пражской весны, вопрос о помощи чехам странами Североатлантического альянса даже не обсуждался. В 1964 году на посту генерального секретаря КПСС Никиту Хрущева сменил Леонид Ильич Брежнев. Начинается его долгая эпоха, главным достижением которой станет разрядка международной напряженности и налаживание контактов со странами Запада и Америкой, как самого Советского Союза, так и стран, входящих в Совет экономической взаимопомощи. Вообще весь социалистический блок после 1968 года резко улучшил свое положение. Западноевропейские рынки открываются, и каждая страна придумывает там свои варианты стратегии, как им с Западной Европой выстраивать отношения. Соответственно, все они, включая Советский Союз, начинают думать над проектами, которые принесут им больше валюты. Например, как раз газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Огромное месторождение, это курско-магнитная аномалия по добыче. Новые условия требовали новых решений и в организации работы СЭФ. К этому времени стали очевидными не только достижения, но и промахи. Это вот полная децентрализация, несколько реформ госплана, когда он делится, что нечего из центра решать, что делать на местах, больше свободы союзным разным министерствам и больше свободы отраслевым министерствам. В итоге бюджет доведен вообще до истощения, чуть ли не дефицит бюджета в Советском Союзе, логистические цепочки не выстроены. Экономические блоки во главе с Косыгиным, они все четко понимали, какие реформы нужно делать. И, собственно, они начинают вот эту самую Косыгинскую реформу. Суть Косыгинской реформы заключалась в том, чтобы придать новый импульс экономике, ввести элементы рыночных отношений, развернуться в сторону потребительских товаров и услуг. В мирное время нужно было задуматься о благосостоянии граждан и повышении их уровня жизни, как в СССР, так и в странах восточного лагеря. Они могли себе оставить определенный процент фондов, которые они могут потратить на содержание подшефных предприятий, выплату премии, обновление оборудования и так далее. Но это не рыночные реформы. Нужно понимать, что Косыгинская реформа, она очень и очень ограниченная. Нужен был следующий шаг, как это было сделано в Китае. В том, чтобы предприятия получили еще большей свободы и могли сбывать свою продукцию гораздо эффективнее. Реформу опробовали на нескольких экспериментальных предприятиях страны, чтобы затем внедрить не только в Советском Союзе, но и в странах СЭФ. Но до этого не дошло. Обсуждали со славами, ну да, надо внедрять. Потом Леонид Ильич Брежнев сказал, ну уже какая реформа. Ну вот пореформировали и хватит. Брежневу не понравилось, что работа предприятий не зависела от министерств. Еще одним веским опасением стала угроза безработицы, которой могло обернуться стремление к сокращению штатов ради прибыли. Но уровень жизни советских граждан все-таки изменился в лучшую сторону. В 70-е эти товары из стран СЭФ были хорошо знакомы каждому. По улицам ездили комфортные венгерские автобусы и карус. Дефицитные чешские Ява и Чезет были заветной мечтой мотоциклиста. Лучшая фотопленка для фотоаппаратов была из ГДР. Сигареты, разумеется, болгарские. Обувь из Чехословакии. Правда, советские граждане стали все чаще задаваться вопросом, почему в братских странах всего этого в достатке, а отечественные товары народного потребления ни по качеству, ни по количеству не дотягивают до их уровня. Когда люди приезжали из даже стран социалистических, которые были ближе к Западу, почему-то там вот они возмущались, что там лучше одеты, лучше как-то вот качество того, качество сего. А здесь все не так. Главной причиной отставания в уровне жизни советских граждан по сравнению с Западом было отсутствие у советского руководства возможности отказаться от развития военно-промышленного комплекса в пользу легкой промышленности. Деньги уходили на поддержание паритета с НАТО. Есть же все эти переговоры, когда буквально там премьер-министры сидят и говорят, а еще мы готовы вам продать там одежду. А советские представители сидят такие, нет, нас не поймут руководители, потому что нас прислали вот за оборудованием, за станками. Поэтому вы нам станки продайте, а товары потребительские нам пока не нужны. Кроме того, в конце 70-х финансовая помощь европейским странам восточного блока со стороны СССР по-прежнему значительно превосходила ту, что он получал взамен. Выгоды было все меньше, проблем все больше. Нужно торговать и с той, и с другой страной и сводить балансы торговли. Возник вопрос. Нужно Чехословакии продать Советскому Союзу товаров на большую сумму. И они к продаже предлагают свои самолеты. Они не нужны даже в качестве учебных Советскому Союзу. Давайте поищем другие товары на такую же сумму. Посчитали пиво, чешское пиво покупательное. Но его всего не хватает, чтобы покрыть стоимость этих самолетов. В итоге, естественно, согласились покупать самолет, хотя они были не очень нужны. Олимпиада-80 стала последним совместным масштабным событием, организованным СССР при участии стран СЭФ. Это большой проект. Это проект престижный. Он должен показать преимущества СССР и социалистического лагеря. Поэтому страны СЭФ к нему активно привлекаются. Хотя, опять же, технологические какие-то отставания предприятия, они все равно проявляются. И иногда проще закупить на Западе какое-то оборудование, либо попросить стран СССР закупить их на Западе. К этому времени отношения между странами восточного лагеря окончательно шли на спад. Во многих из них произошла смена политических курсов. В результате всех этих бархатных революций в 89-м году отказались от идеологии одной партии коммунистической, перешли к многопартийности, стали странами, которые отказались от коммунизма и полностью от этой идеологии отошли. Сессии СЭФ стали собираться все реже. И все громче звучали мнения. Идея товарообмена изжила себя. Торговля с Западом приносит гораздо больше пользы и прибыли. Так стоит ли Союзу экономической взаимопомощи существовать дальше? Ну, гипотетически, да. В виде, конечно, совсем другой уже организации, но в виде, конечно, вот именно вот такого клуба по интересам, наверное, мог бы продолжить существовать. Требовались новые реформы, которые бы соответствовали времени. Но их никто не провел. Стало не до того. СССР захлестнула перестройка. После падения Берлинской стены изменилась и военно-политическая ситуация в Восточной Европе. Никто из стран-участниц больше не видел смысла в членстве ОВД и покровительстве Советского Союза, который доживал последние дни. 25 февраля 1991 года страны-участники Организации Варшавского договора приняли решение о ликвидации объединенных военных сил. 1 июля того же года ОВД прекратило свое существование. Страны-участницы единогласно пришли к соглашению о его распуске. Сегодня одной из главных причин, из-за которых СЭФ и ОВД утратили актуальность, историки называют взятый Брежневым курс на разрядку международной напряженности и его последствия. Об этом в следующей серии.